История одного города По подлинным документам издал Михаил Евграфыч Салтыков-Щедрин. Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края в данный период времени. Но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне Ройс в Глуповском городском архиве я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название Глуповского летописца. И, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание летописца довольно однообразно. Оно почти исключительно исчерпывается биографиями городоначальников в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова и описанием замечательнейших их действий, как то скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства, мостовых, обложения данями от купщиков и так далее. Тем не менее, даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, городоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, городоначальники времен Потемкина распорядительностью, а городоначальники времен Разумовского неизвестным происхождением и рыцарскую отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтобы обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни. В первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем возвышались до трепета исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости. Летопись введена преемственно четырьмя городовыми архивариусами и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступна. Внешность летописца имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности. Листы его также желты, испещрены каракулями, также изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника Погодинского древлехранилища. Так и чувствует, что сидел над ними какой-нибудь архивный пимен, освещая свой труд трепетно горящую сальную свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности господ Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод или опись, составленный, очевидно, последним летописцем. Кроме того, в виде оправдательных документов к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения об административном всех градоначальников единомыслии, о благовидной градоначальников наружности, о спасительности усмирений с картинками, мысли при взыскании недоимок, превратное течение времени и, наконец, довольно объемистые диссертации о строгости. Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников, многие из них даже подписаны, и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дает совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии, и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы летописца. Что касается до внутреннего содержания летописца, то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ничем несообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте летописец рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом, как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако же, себя вправе утаить эти подробности, напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большей ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов немало не устраняет их административно-воспитательного значения, и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности. Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог летописца и имел надлежащие надзор зарфографии, немало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина. И это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...